1 июля 2022 года в Казахстане внедряется новая форма управления дома. Вместо привычного КСК на замену придут объединения собственников имущества и простые товарищества. Соответствующий закон вступил в силу еще в начале 2020 года и сегодня эта реформа вызывает у жителей массу вопросов. У людей очень будет много неясностей, то есть закон нет какой-то защищенности, нет того человека, который бы взял на себя управление дома, потому что это очень тяжело. Нанять какие-то сервисные, еще обслуживающие организации, которые будут, допустим, обслуживать этот дом. Это тоже деньги. То есть на дом, чтобы провести какие-то работы, денег не остается. Я считаю, что финансовая сторона в этом законе совсем не проработана. Это надо в какой-то счет открыть, это надо куда-то идти, где-то заключать договора. Это очень тяжело. На доме нет человека такого молодого, грамотного, чтобы он взялся. При переходе от КСК жители чаще всего сталкиваются с проблемой выбора ответственного лица. Именно это затрудняет быстрый переход от одной формы управления в другой. Да, конечно, все понимают, что на каждый дом управленца найти очень сложно. Но, тем не менее, кроме как самих наших жильцов, ну, это наша собственность. Мы ее обязаны содержать. Поэтому нужно будет, просто я призываю народ, нужно от собственников квартир призывать к тому, что это необходимо. Это, во-первых, здесь есть с кем согласовывать. То есть не просто так и не зря выбрали, допустим, совет дома, ревизионную комиссию управляющего. Также есть, не можете сами, значит, в управляющую компанию пойдем. Там будут работать профессионалы, сервисные компании. То есть все будут задействованы, будет непосредственно с кем советоваться, решать какие-то задачи. Народ будет видеть, что у них на расчетном счете, на какие средства они могут, какими средствами апеллировать. Они сами принимают решение, сколько нужно средств для того, чтобы содержать в исправно-техническом состоянии дом. В свое время мы проводим ремонтные работы. Уже через несколько недель КСК не смогут обслуживать многоквартирные жилые дома. И к своим обязанностям приступят созданные жильцами ПТ и ОСИ. На сегодняшний день, как всем известно, согласно внесенным изменениям в закон о жилищных отношениях, существующие формы управления, выйдя КСК и ПКСК, действуют до 1 июля. С 1 июля данные формы управления многоквартирными жилыми домами ликвидируются. Взамен данных форм, существующих форм, на сегодняшний день создаются объединения собственных кофеимущества и простое товарищество. В чем преимущество объединения собственных кофеимущества? Если раньше КСК обслуживало около 10 домов и больше, и все собранные средства распределялись по очередности на каждый дом, в зависимости от заявок и так далее. На сегодняшний день данным законодательством предусматривается, что на каждый многоквартирный жилой дом будет одно управление в виде ОСИ и ПТ. Соответственно, данный дом будет иметь у себя два счета. Один счет – эксплуатационный счет, другой – сберегательный счет. Соответствующие тарифы по оплате и взносу на данные счета утверждаются Акиматом городов и районов, то есть утверждаются Маслехатом местного исполнительного органа. По данному тарифу проводится начисление, то есть на эксплуатационный счет. Это, соответственно, предусматривает текущие затраты, то есть затраты дворников, обслуживания и так далее. Сберегательный счет открывается с целью того, что в определенное время скопить или осуществить сбережение средств на проведение ремонтов, то есть фасадов, кровли и так далее, инженерной инфраструктуры и так далее. По мнению специалистов, одной из причин проведения такой реформы как раз стала неудовлетворительная деятельность КСК. Сейчас ведется активная информационная работа с населением о том, как перейти от управления КСК на ОСИ и ПТ. Ситуация складывается таким образом, что на протяжении двух лет это не двигалось никак. Сейчас, по сравнению с предыдущим временем, народ активизировался, активизировались все и службы, и мы ведем консультации, и отдел жилищных отношений ведет. То есть, ну, уже больше двух лет, как это все случилось, мы живем в принципе в правом государстве. У нас с вами есть закон, и мы обязаны соблюдать этот закон, а с 7 января 2020 года именно были приняты поправки на переход на форму управления, такие как ОСИ и ПТ. Конечно, здесь можно было бы сделать чуть-чуть, может быть, по-иному, может быть, какой-то более плавный переход, но сделано то, что сделано. И сегодня мы всячески стремимся к этому, чтобы исполнить и прийти вот именно в рамках закона, чтобы двигаться дальше. Сейчас общественники, а также государственные учреждения ведут активную работу среди населения о том, как можно перейти в новую форму управления многоквартирными домами. Стоит отметить, что по информации экспертов Восточно-Казахстанской области, более 90% многоквартирных домов уже перешли на новую форму управления. Не менее актуальной темой для нашего региона и для Усть-Каменогорска в частности является переработка и утилизация твердобытовых отходов. В прошлом году в Усть-Каменогорске в рамках пилотного проекта начали внедрять раздельный сбор ТБО. Как отмечают представители городского Акимата, несмотря на то, что мусоросортировочный завод пока не запущен, мусор, который горожане сортируют по контейнерам, уже вывозится на переработку в другие регионы. В рамках реализации пилотного проекта предприятиям, занимающимся сбором и вывозом ТБО в городе, переданы 6 специализированных мусоровозов безвозмездных в пользование, переданы более тысячи контейнеров специализированных для раздельного сбора мусора. Они расставлены по городу, на сегодняшний день они есть. То есть параллельно нами запущено строительство мусоросортировочно-автоматизированной линии. То есть в этом году она будет запущена. То есть это позволит тот мусор, который первично сортируется жителями в разные контейнеры, доставлять на эту линию и там организовывать уже конечную сортировку, этот мусор собирать и уже отправлять на перерабатывающие заводы в других регионах Казахстана, с которыми есть по этому поводу договоренности. То есть на сегодняшний день многие думают, что мусор, который мы сортируем по разным контейнерам, он попадает на полигон, как бы и там его снова смешивают, он там лежит, горит и так далее. На самом деле это не так. Тот мусор, который сейчас сортируется первично жителями, он складируется на базах мусоровозящих компаний. Там проводится в ручном режиме вторичная сортировка. И уже на протяжении года из Усть-Каменогорска уходят грузы с отсортированным мусором на переработку в Павлодар, в Караганду, в Алмату, на переработку пластика, бумаги, стекла и так далее. В Усть-Каменогорске планируют запустить мусоросортировочный завод. Главная цель проекта – это улучшение экологической обстановки, а значит снижение воздействия на окружающую среду. На сегодняшний день Акиматом города, отделом, нашим отделом, производится сейчас окончание строительства мусоросортировочного завода. На данный момент мы уже на завершении. Данный завод будет действовать для сортировки всех отходов, которые будут привозить мусоровозящие компании с мусорных площадок на жилых домах, где тоже установлены три вида контейнера. Это для пищевых отходов, для пластика и бумаги, также для стекла отдельно. Это будет все вывозиться на мусоросортировочный завод. Там будет произвести сортировка до 20-30% торт сырья. Часто в социальных сетях появляются вот такие видео. К нам в редакцию обратили жители домов, расположенных в районе бульвара Гагарина. По словам наших зрителей, эта контейнерная площадка практически всегда находится в таком состоянии. Переполненные мусорные контейнеры вызывают возмущение у жильцов, и, по их мнению, коммунальщики не справляются со своими обязанностями. Вот только они, в свою очередь, говорят, что такие проблемы возникают именно из-за самих жителей и их нежелания заключать договор на вывоз мусора. Несвоевременный вывоз твердобытовых отходов – это сейчас острая проблема у нас стоит. Почему? Потому что вообще мусор с контейнерных площадок вывозится ежедневно. Но существуют форс-нажорные обстоятельства, то есть это не выход работы водителя, или же поломка мусоровоза. Почему это происходит? Во-первых, у предприятия нашего существует ряд проблем сейчас. Это незаключенные договора именно с жителями частного сектора. То есть жители частного сектора, таких как поселок Куленовка, Ахмирово, Миновное, Ахмирово, именно садоводческое товарищество, Звездный, то есть вообще категорически отказываются заключать договора. То есть были рейды, обходы, контролер, МПС, служба МПС и так далее. То есть люди категорически отказываются в заключении договоров. Соответственно, этот мусор они скидывают на контейнерные площадки. Происходит скопление большого количества мусора. Каждый день нашим водителям и рабочим выдается график, именно по которому маршрут, по которому они двигаются. И идет расчет именно контейнерных площадок, то есть выдается, соответственно, солярка на это количество контейнеров. Но когда рядом очень много мусора складируется, ребята вынуждены забирать. Соответственно, какие-то другие точки остаются незабранными, потому что мусор не вмещается. На протяжении нескольких лет одной из острых экологических проблем являлось неудовлетворительное состояние старого полигона ТБО. Переполненный полигон в областном центре не соответствует многим нормам, которые предъявляются к подобным свалкам. Только в прошлом году на нем произошло 6 возгораний, из-за которых едким дымом были охутаны некоторые районы в Кемногорске. Совместно с ЕБДО проектируется строительство нового полигона со всеми стандартами, со всеми нормами, которые отвечают на следующий день. Оно производится будет за городом. Строительство данного полигона планируется в 2024-2025 годы. После сортировки это планируется, то есть там мусор будет вывозиться и захорониться там, на новом полигоне. Внедрение целого комплекса мер, направленных на сортировку, переработку, а также правильное хранение твердобытовых отходов, по мнению специалистов, позволит не только улучшить экологию в Восточно-Казахстанской области, но и даст новый импульс к развитию компаний, которые перерабатывают вторсырье. И тысячи тонн макулатуры, пластика, стекла больше не будут годами разлагаться на свалке, а получат вторую жизнь. Ежегодно в Восточно-Казахстанской области увеличивается процент людей, имеющих доступ к чисто питьевой воде. Это стало возможно благодаря реализации различных государственных программ. В 2021 году было реализовано 40 проектов по водоснабжению и водоотведению. Это такие проекты, к примеру, как в Катом-Карагайском районе, в селах было проведено строительно-монтажные работы по строительству сети водоснабжения. В селах Солоновка, Аршата, Кокпиктинском районе, Мира-Любовка, Марина-Горка была проведена реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений в селе Кокпикте. В текущем году в Кокпиктинском районе ведется реконструкция сетей водоснабжения и в селе Самарское и водозаборных сооружений. Также по строительству сетей водоснабжения в текущем году планируется к завершению проект в Ланском районе по строительству сетей водоснабжения в селе Савар. Вопрос водоснабжения остается актуальным во многих поселках, расположенных в непосредственной близости к областному центру, но проблема постепенно решается. Работа масштабная, поскольку проведение инженерных коммуникаций требует времени. Это понимают и жители поселков, которые с нетерпением ожидают благ цивилизации. В этом году на стадии завершения, то есть будет завершена полностью реконструкция водоснабжения в поселке Красино. То есть это тоже довольно больной был вопрос очень долгое время. То есть там было с 60-х годов трубы не менялись, не ремонтировались. То есть сейчас это все меняется. Поселок Красино, он важен для нас и тем, что это переходный этап к обустройству системы водоснабжения уже в поселке Лесхоз, в котором никогда не было водопровода. То есть сейчас, когда в поселке Красино полностью завершены все работы, мы уже сможем, не боясь каких-то порывов, то есть и проблем, строить водопровод дальше уже, соответственно, в Лесхоз. То есть проект уже готовится для Лесхоза, то есть это все будет поэтапно решаться. То есть также в прошлом году, в 2021 году у нас завершены работы по обустройству водопровода в прудхозе. То есть равно как в поселке Красино, так и в прудхозе сейчас проходят окончательные испытания, опрессовка. То есть специалисты водоканала проверяют все трубы соединений, чтобы в дальнейшем не было каких-то проблем. Параллельно уже начинается выдача технических условий для жителей на подключение к сетям. То есть чтобы, когда уже все испытания закончатся, уже жители со своей стороны тоже провели мероприятие по подключению и могли запустить водопровод. Благодаря планомерной работе все больше жителей сельских территорий получают доступ к качественной питьевой воде. Большой ажиотаж из года в год накануне отопительного сезона вызывает приобретение социального угля. Чтобы купить черное топливо, люди выстраивались в длинные очереди. Водители, приехавшие из отдаленных районов, были вынуждены по несколько суток проводить в машинах, чтобы купить уголь. Чтобы избежать подобной проблемы, этой осенью в областном центре уже сейчас ведутся поставки угля. В текущем году подготовка к предстоящему отопительному сезону начата в соответствии с планами. На сегодняшний день Акиматом Восточно-Казахстанской области утверждены план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, а также социальной сферы к отопительному сезону. На сегодняшний день в целом потребность вновь созданной Восточно-Казахстанской области составляет около 530 тысяч тонн, в том числе населения и бюджетные организации. На сегодняшний день ведется плотная работа по обеспечению поставки угля для бюджетной организации. До 17 июня текущего года всеми бюджетными организациями будут заключены договора. На сегодняшний день практически 80% договоров заключены. Также по населению ведется для своевременной обеспечения населения углем. На сегодняшний день по Восточно-Казахстанской области имеется 12 региональных операторов, которые приобрели уголь у Харажеры по итогам прошлого года, а также в текущем году приобретают в рамках секционных правил. В рамках биржевых торгов приобретают уголь. Сбоев поставки угля в этом году нет. Коммунальщики, а также общественники ежедневно проводят мониторинг наличия угля на железнодорожных кипяках. В Афиматном Восточно-Казахстанской области утвержден план-график поставки угля, согласованный совместно с угольным разрезом АО «Харажера» и национальным перевозчиком АО «НККТЖ». В целом управлением ведется ежедневно мониторинг поставки угля, а также наличие угля на железнодорожных кипиках. На одном из железнодорожных кипиков у Стаминогорска скопилось несколько тысяч тонн угля. Вот только жители пока не торопятся приобретать топливо. Уголь идет в поставки ежедневно. Сейчас в наличии 4800 тонн. Ну, как бы, народ не покупает. В этом году также уже заключены договора на поставку социального угля. Его также уже можно приобрести по сниженной цене. Социальный уголь в этом году Акиматом города на сегодняшний день данный вопрос проработан. Заключен меморандум совместно с «Харажерой» о поставке угля 35 тысяч тонн угля предназначенных для социальных слоев населения города. На сегодняшний день цена составляет 1100 тенге на железнодорожных кипиках. Также Акиматом города ведется разъяснительная работа о необходимости подачи заявки до 1 сентября. То есть в текущем году для разгрузки осеннего периода, чтобы в целях исключения ажиотажа на железнодорожных кипиках, для социально уязвимых слоев населения уголь будет поставляться до 1 сентября. Как отмечают специалисты, с наступлением холодов жители начинают активно покупать уголь. Такое практически одномоментное желание приобрести твердое топливо и провоцирует огромные очереди. Поэтому уже сейчас владельцам частных домов необходимо подумать о предстоящем отопительном сезоне. Продолжение следует...